Всем привет! Это очень коротенький урок. В принципе, здесь программирование не нужно. По Roblox Studio я расскажу, как делать классные тени и делать некоторые видеоэффекты в Roblox. Дело в том, что в Roblox добавили относительно недавно новую технологию Shadow Maps. Одну из технологий удалили от рисовки. Давайте посмотрим. Здесь у нас вот эти технологии. Технологии освещения 3D мира. Вот Legacy технологию удалили. Остались у нас Voxel, Compatibility и Shadow Map. Вот про Shadow Map мы в основном и поговорим. По умолчанию у нас Voxel сейчас ставится. Voxel, Voxel, вот этот движок позволяет делать некоторые тени. Вы, наверное, видели, такие нечеткие размытые тени. Compatibility – это что-то среднее между Legacy, которое удалили, и новая у них технология. Они называются «Светлое будущее». А как раз Shadow Map – это уже и есть приближение к их идеалу «Светлое будущее». «Future is bright». Вот мы давайте попробуем все это включим. Итак, как включать у нас в вашем плейсе, на Workspace есть Lighting. Давайте свойства Lighting включим. New Properties. Так, теперь здесь смотрим, что у нас есть. Вот технология. Compatibility у меня здесь есть. Давайте Voxel посмотрим. Какие-то тени, не знаю, тени невнятные. Shadow Map включили. Вот появились уже тени. Уже здорово. Как в современных играх. Но единственное, помните, что мы сейчас в редакторе находимся. И если мы включаем вот эту технологию, у нас больше загружается видеопроцессор. Особенно это касается ноутбуков. Ноутбуки будут греться. Так что следите за этим. И батарейки будут быстрее жрать. Ну, в принципе, как и в обычных видеоиграх. Так, давайте теперь посмотрим. Ну, тени поняли, как включать. Здорово. Это можно делать и программно из ваших скриптов. Так, давайте в комнату заедем, чтобы наблюдать. Так, где у меня тут солнце? Вот солнце. Добавим кое-какие эффекты. Так, вот есть некий Bloom эффект. В принципе, видно на иллюстрации, что он добавляет. Давайте попробуем, добьемся. И, кстати, увидим один нюанс для работы в Roblox Studio. Bloom. Отличный эффект. Давайте добавим его. Заходим в Lighting. Плюс. Мотаем до эффектов. Эффекты эти называются Post-processing Effects. Они добавляются уже после того, как отрисована ваша картинка 3D. На следующем проходе. Так, добавил Bloom. Вот у меня его свойства есть. Включаю, выключаю. Ничего не меняется. Так, что же сделать, чтобы мы видели отражение нашего изменения. Идем в настройки нашего редактора. Идем. Вот здесь есть качество отрисовки в редакторе. И мотаем. Примерно с 15-го или с 16-го уровня отрисовки не автоматические. Давайте сразу максимальное качество картинки ставим. 21-й уровень. Я что-то не сильно вижу, что Bloom работал. Давайте попробуем. Поиграем. О, наконец-то. Наконец-то у нас что-то появилось. Так. Ну и если вы посмотрите документацию, то Bloom можно накладывать несколько раз на какие-то эффекты. Но будет это все работать, эффект Blooming, если у вас именно в Lighting добавлен он как эффект. Вот здесь. Так. Давайте другие эффекты попробуем добавить. Что у нас там было? Давайте Color Correction. Он включен у нас, но ничего не происходит. Давайте выберем цвет. Вместо белого выберем какой-нибудь красный. Видите, что у нас произошло. И плюс мы можем менять эффекты. Пожалуйста, делайте хоррор или делайте повреждения у вашего цвета. Вашего персонажа. Или что-то еще. Можете программно менять. Добавить этот эффект в Lighting. И менять в нем что хотите. Так, давайте я его отключу. Следующий эффект. Отличный эффект. Да? Это понедельник, когда вы в школу собираетесь. Или на работу. Что-то такое. Так, какие у него есть настройки. Видимо, настройка размытия. Отлично. Кстати, вот если вы будете динамически менять это значение, то будет вообще похоже на реальность. Всего один эффект. Size. Окей. И последний эффект. Наверное, самый красивый. Давайте посмотрим на пол у нас здесь. Так, добавляем. Солнечные лучи. О. У меня эти солнечные лучи заработали. Но только в том случае их видно, если они у вас. Если у вас у юнитализации стоит. Или у вас супер крутой компьютер. У меня, извините, здесь недорогой простой компьютер. Поэтому мне приходится вручную включать. А у вас, возможно, и на автоматическом режиме вот эти все солнечные лучи бы появились. Ну, в принципе, и все. Единственное, любопытным программистам я советую посмотреть, что у нас не вошло в урок 0.6, потому что он не для программистов. А программисты могут посмотреть на некие интересные функции. Ну, это понятно. Вот эти значения, этих атрибутов, мы их меняем в Roblox Studio. Это все в уроке 0.6 отражено. А вот есть некие функции, которые вам будут, например, давать направление Луны. Количество минут после полночи. Направление Солнца. В каком направлении Солнца. Какая лунная фаза. У меня почему-то мысли сразу про игры прооборотней. Вот. Ну и все, наверное, для этого урока. Подписываемся, колокольчик, донаты и так далее. Всем пока. Готовлю новые уроки. Приколичь. Приколичь. Хочете. »